Мне кажется, глаза все шире и шире становятся. Вот так вот так. Все. Готовы. Проверяем на себе. Пара минут с защитом костюма уже можно потерять сознание. Врачи в так называемых СИЗах находятся по 6 часов. Столько длится смена. Это значит, что 6 часов врач не может даже попить воды, сходить в туалет. Кто-то использует подгузники. Это реальность ковидного госпиталя на базе городской больницы Новоалтайска. Коечный фонд для ковидных пациентов тут развернули более двух недель назад. Пациенты здесь. Сегодня их гораздо больше. Суммарно у нас 437 пациентов на 420 койках было на утро. То есть мы превышаем свой коечный фонд. Мы дополнительно ставим сюда кушетки. Другого варианта нет. Поэтому своевременная выписка пациентов, тех, кто уже закончил лечение и чувствует себя стабильно, она, как говорится, на грани и законодательства, и совести. Если мы врачам говорим, что вы уже стабильны и вам уже ничего не угрожает, вы продолжите лечение на амбулаторном этапе, сознательный пациент покинет это учреждение и продолжит на амбулаторном этапе свое лечение. Это важно. Как еда наша? Можно ее есть? Очень хорошо. Спасибо большое. Слабость, одышка, на руках синяки от уколов. Многие ковидные пациенты подключены к кислороду. И многим даже не хватает сил, чтобы просто встать. В основном в палатах возрастные пациенты. Сама чувство еще у меня желает быть лучше. Пимония сильная, но стараюсь. Более мучают еще очень сильно. Я уже вообще практически дышать не могла. Все, уже вот так вот. Уже не сравнишь, далеко не сравнишь, как дышалось и как сейчас уже все. Сняли. Ужасное состояние сняли. Или таблетки, или уколы делают. Меропринимают сразу. Молодцы вот насчет этого. Если что-то только стало плохо, сразу идут на помощь. Тогда весной в начале, говорит главный врач ковидного госпиталя, было больше легких и средних пациентов. Сейчас в основном тяжелые и очень тяжелые. На пандемию накладывается сезон ОРВИ, и люди поступают в больницу уже с выраженной дыхательной недостаточностью. Им отдается приоритет. А многие лечат пневмонию дома. Мы работаем в диком нагруженном режиме. Мы общаемся двумя корпусами. Мы ищем места, освобождаем места, готовые места. Это тяжело. И как бы ночами не спим. Вот вчера было принято 71 пациент. Мы 65 пациентов выписали. Да, есть выжившие, есть выздоровевшие, но есть и скончавшиеся. И, к сожалению, статистика как бы не очень интересна. Цифры называть не буду, она ужасающая. Мы теряем, особенно пожилое население, население с сопутствующей патологией. Вирус просто убивает людей. На наших глазах умирали люди. В нашей палате умирали люди. Задыхались. Ближе к ночи, рассказывает врач, в больнице начинается паника. Пациенты боятся уснуть и больше не проснуться. Причем это касается не только пожилых пациентов. Молодых сегодня, младше меня, скажем так, не достигших 40 лет, очень много. И очень им страшно дома. И не могут вызвать ни скорую, потому что скорая перегружена, да, и переживает излишне. Я просто на телефоне говорю про тех, как его консультируем, кому помогаем лечиться дома. Все медицинские работники этим занимаются, я вас уверяю. Уже сейчас понятная инфекция вышла из-под контроля. Уже невозможно отследить тех, кто был в контакте с зараженными. И единственное, что сейчас остается, хотя бы носить маски в общественных местах. Для всех, кто не носит маски. Не носите маски, вас могут привезти к нам. Это интимационная трубка через нос в трахею для дыхания. Это через нос в зону желудок. Это мочевой катетер через уретру. Это удовольствие из ряда вон выходящее, я вас уверяю. Что нужно еще показывать людям, чтобы они проснулись. Ирина Корчегина, Дмитрий Денисов. День с толком.